Восстание машин отменяется. Военно-воздушная сила США отрицает, что беспилотник под управлением искусственного интеллекта собирался убить оператора во время имитационных испытаний, чтобы тот не мешал выполнению миссии. Ранее информацию о коварном беспилотнике распространили несколько ведущих мировых изданий со ссылкой на вагеты. С вами Нехта. Все самое важное и интересное на этот час. Из Шебекина вывозят детей за деньги. Жители города возмущаются в соцсетях, но платят. А Пригожин заявил, готов выдвинуться в Белгород, но тоже есть нюанс. Если Министерство обороны в ближайшее время не прекратит тот беспредел, который идет по захвату территории РФ, мы придем в Белгородскую область и защитим наш российский народ. Более тысячи укройки в Украине невозможно использовать по назначению. Охранника, который не впустил людей в бомбоубежище поликлиники, арестовали на 60 дней. Новое референдумы на спорных территориях. Индонезия предлагает свой мирный план для прекращения войны в Украине. Он Украине не нравится. Никаких спорных территорий между Украиной и РФ для проведения там референдума нет. Россия должна убраться с украинских территорий. Дорогие зрители, я все вижу и согласно статистике только половина из вас подписана на наш канал и это очень меня огорчает. А у нас выходит много всего интересного с долей юмора, что точно поможет не падать духом в эти сложные времена. Поэтому буду вам очень благодарна за любую поддержку и активность. Ну а далее вперед к новостям. Власти Шебекина эвакуируют детей из прифронтового города за деньги. Родители должны заплатить за их вывоз по 3000 рублей. В принципе, это все новости скретной стране, которые вам нужно знать. Канал «Можем объяснить» пишет. Первые 300 подростков были отправлены в Воронежскую область 31 мая, а накануне еще 600 в Калугу и Ярославль. Пропагандисты рассказали, дети уехали на летний отдых. Сегодня мы отправляем на отдых и оздоровление детей Шебекинского городского округа. Дети едут в санатории, детские лагеря Калужской области. Поездка эта состоялась по инициативе нашего губернатора, губернатора Калужской области. Мы накануне проехали, посмотрели, в каких условиях будут жить наши дети. Все радушны принять наших детей. Продуманы программы, определены сопровождающие. По словам местных жителей, эвакуация детей из населенного пункта, оказавшегося в эпицентре войны, проводилась не бесплатно. У кого-то не единственный ребенок и приходилось выкладывать последнее. Эту информацию на странице ВКонтакте подтвердил награжденный путинским орденом за мужество глава Шебекина Владимир Жданов. Однако во время звонка журналистов чиновник стал отрицать эту информацию. Обещали все бесплатно будет, а в последний момент сказали, что надо доплатить за проезд. И так за двоих 6 тысяч рублей пришлось заплатить. Благодарю Бога, что выбила эту поездку и они уехали. Никаких денег не жалко. Никому не пожелаю пережить такой ужас. Но пришлось выложить последнее, что было. Да что это такое? Всем говорят, что вывезли за государственный счет, а в результате вывезли за родительские деньги. Тем временем в самом населенном пункте, где из-за постоянных обстрелов недавно перестали работать электричество, водоснабжение и откуда сейчас эвакуируют людей, пришли мародеры. Видео публикуют местные паблики, а Пригожин продолжает предвыборную президентскую кампанию. Готов брать уже и БНР и обещает всех защитить. Но и тут тоже есть один нюанс. Если Министерство обороны в ближайшее время не прекратит тот беспредел, который идет по захвату территории РФ, мы придем в Белгородскую область и защитим наш российский народ. Подчеркиваю, защитим наш народ, русских, дагестанцев, чеченцев и этнических украинцев в том числе. Ожидать приглашения и спрашивать разрешения мы не будем. Единственное, потребуем боеприпасы, без них бесполезно приходить. Использование воздушно-десантных войск для удержания Бахмута их ослабляет. В очередном ежедневном отчете о войне разведками на обороне Британии анализируют роль и состояние российских воздушно-десантных войск. И состояние довольно печальное, отмечают британцы. По мере того, как вагнеровцы выводят свои штурмовые отряды с Бахмутского участка фронта, Россия продолжает перебрасывать на их место регулярные части. Российские ВДВ стали играть все более важную роль в Бахмуте. В настоящее время в этом секторе уже развернуты подразделения 76 и 106 дивизий и две дополнительные отдельные бригады ВДВ. Имевшие прежде, элитный, статус, ВДВ, с началом полномасштабного вторжения в Украину, значительно деградировали. Однако российское военное командование пыталось сохранить некоторые из этих относительно боеспособных частей в качестве неприкосновенного запаса. Но, поскольку, вместо этого, они были вынуждены развернуть десантников для удержания линии фронта в Бахмуте, все российские войска, по-видимому, окажутся менее гибкими в реагировании на оперативные вызовы. К слову, над военной мощью РФ на днях потешался и госсекретарь США Энтони Блинкен. Кремль часто утверждал, что у России вторая по силе армия в мире. И многие в это верили. Сегодня многие считают, что российская армия вторая по силе в Украине. Россия не удалось достичь ни одной из целей, которые поставил Путин в начале так называемой СВО. Об этом заявил депутат от «Единой России» Константин Затулин. Даже свои уже кусают уставшего вождя. Они собрались на форум с кричащим названием «Какая Украина нам нужна?» и констатировали печальные факты. «Какие у нас были цели, официально заявленные в начале специальной военной операции? Вы все помните? Деноцификация, демилитаризация, нейтралитет Украины и защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые все это время страдали. По какому из этих пунктов мы достигли результата на сегодняшний день? Ни по одному. Более того, некоторые из них перестали иметь всякий смысл. Например, нейтралитет Украины. Какой смысл имеет выдвижение этого требования? Никакого на данный момент. Она не будет нейтральной более, если она останется существовать. А теперь вопрос. Поскольку здесь уже прозвучало, что она уже не существует, как бы ее государственность, останется Украина под руководством Зеленского или его преемников существовать по итогам всего того, что происходит или нет? Суд арестовал на 60 дней охранника поликлиники в Дарницком районе Киева по делу о закрытом бомбоубежище во время российской атаки. Вадим Мошкин признал свою вину, однако заявил, что ему не хватило времени открыть двери. Также суд отправил под домашний арест директора поликлиники Олега Шугалевича и его заместителя Василия Десика. Охранник единственный, кто признал вину, но отметил, что сделал это неумышленно. Открыть двери в помещение и открыть двери центральные. Все, я обращаюсь. Сколько у вас было на самом деле? Минут 5-8. Быстро все это пролонуло. А из больших выпадок, которые вам открыли двери? Уголовное дело о халатности из-за закрытого бомбоубежища. Начали после того, как утром 1 июня в результате падения обломков российских ракет погибли 3 человека, в том числе и девочка 9 лет. В тот момент они бежали в укрытие, которое оказалось закрыто. Более тысячи бомбоубежищ в Украине невозможно использовать по назначению, сообщили в МВД. Полиция проверила больше 4 800 укрытий. Из них 252 объекта оказались закрытыми. Мэр Киева призывает киевлянца общать о нарушении в городском приложении. Напомню, что за бомбоубежище ответственны главы районов города. Я заехал сегодня без попереджения глянути деякие укрытия в Падлицовском районе. Картину зафіксировал, будем працювать. Хочу обратить вашу увагу в Киеве цифровом. Мы создали механизм зворотного звезда. Будь ласка, долучайтесь. Идите, будь ласка, переверяйте, фаргуйте стан укрытий. Чи в доступе они в вашем микрорайоне, в вашем доме, чи в швидкій доступности от доме. Надсилайте информацию. Группы контроля оперативно будут реагировать и будем выправлять ситуацию. Если главы районов, которые за это ответственны, не смогут организовать належную работу, за что они получили деньги, будут ездить мэр и будут лекаться другие городские службы, у которых, отверто, и так не мало работы военный час, в условиях обстрелов и ликвидации их последствий. Нарисовался очередной миротворец, который далек от реалий войны в Украине, но все же тоже хочется урвать свой кусочек славы мирового миротворца. Глава Минобороны Индонезии Прабова Субианта, выступая на международной конференции по безопасности в Сингапуре, предложил свой мирный план по Украине. Это немедленное прекращение огня обеими сторонами, создание демилитаризированной зоны под контролем миротворцев и проведение новых референдумов на каких-то спорных территориях под эгидой ООН. Однако, что именно имеется в виду под спорными территориями, Субианта не уточнил. Для создания демилитаризированной зоны каждой стороне предлагается отступить от линии соприкосновения на 15 километров. И это возмутило украинский МИД. Никаких спорных территорий между Украиной и РФ для проведения там референдума нет. Россия должна убраться с украинских территорий, а Украина – восстановить свою территориальную целостность в международно признанных границах. Альтернативных сценариев быть не может. Россия сейчас пытается сорвать украинское контрнаступление. Прекращение огня без вывода российских войск из Украины позволит России выиграть время, перегруппироваться, укрепить оккупированные территории и накопить силы для новой волны агрессии. Реджетто Ипердаган, переизбранный на пост президента Турции, принес присягу в здании парламента. Ехал он туда с помпой, кортеж растянулся на несколько километров. Несмотря на проливной дождь, довольные жители Анкары забросали машину главы государства розовыми лепестками. На церемонии инаугурации присутствовали представители 78 стран, в том числе 20 президентов. 69-летний Ирдаган избран на третий президентский срок до 2028 года. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Анатолия, equity, основные церемонии и оттала, анатолия, анатолия, анатолий и актария, анатолия и откол 선. На этом ставлю точку. Обязательно подпишитесь и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить самого важного и интересного. Обо всем расскажем в следующих выпусках. Ну, а самая актуальная и оперативная информация в наших телеграм-каналах. До новых встреч, хороших вам новостей, слава Украине, живи Беларусь! Субтитры создавал DimaTorzok